Сделай это, сделай то, ну блин, реально уже задолбали. Сразу вспоминается поговорка, знаете, вот это Принеси-подай, дыду-дить-ка, и не мешай. В общем, как красивенько петлять и сказать нет. Вас работница заставляет что-то делать, и вы так говорите, знаете, нет, я не буду это делать. Nein, das mache ich nicht. Или же вы можете просто сказать, das mache ich nicht. Вот еще одна хорошенькая отмазочка. Тут не лает. Dafür habe ich keine Zeit. То есть, мне очень жаль, ну на это у меня нет времени. Если вас кто-то подталкивает на работе, допустим, говорит, ну вот, сделай то, или скажи это, и вы говорите, Da kann ich leider dir nicht zu stimmen. То есть, здесь, к сожалению, я не могу с тобой согласиться. Если же вам какие-то условия предлагают, и говорят, ну, ну, делай то, то, и вы говорите, nein, damit bin ich nicht anverstanden. То есть, с этим я не согласен. Если вам говорят, с моста спрыгнуть, то вы говорите, Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Я определенно не собираюсь делать это. Ich auch. Если у вас человек, ну, допустим, на работе просит помощь, ну, к примеру, по проекту, да, то вы можете сказать так. Ich helfe dir gerne, aber nicht bei diesem Projekt. То есть, я тебе помогу с удовольствием, но не на этом проекте. Допустим, если у вас просят занять денег, то вы можете сказать так. Es tut mir leid, aber ich leue freunden grundsätzlich kein Geld. Это переводится так. Извините, но я не одалживаю друзьям деньги. Допустим, если вам кто-то ноет, говорит, о, типа, тяжелая работа, мне не нравится, можешь сделать за меня? То есть, мне эта работа тоже не приносит удовольствия, но это твое задание. Допустим, тоже хорошая отмазочка. Diese Woche geht es bei mir gar nicht, aber nächste Woche, или же in zwei Wochen hätte ich Zeit. То есть, на этой неделе, ну, у меня вообще никак. Но через неделю или же через две недели у меня есть время на это. Ich bin dafür nicht die qualifizierteste Person im Team. То есть, я, ну, для этого не самый квалифицированный работник в команде. Но если вы уже вообще не можете помочь, то вы говорите, ich kann dir wirklich nicht helfen. То есть, я здесь, ну, серьезно не могу тебе помочь. Следующее предложение. Ich kann das heute leider nicht mehr erledigen. Потом запятая у нас идет, и вы говорите, weil ich, и продолжаете предложение. То есть, причину говорите, да. То есть, мы переводим так это. К сожалению, я не смогу сегодня это сделать. Потому что я, бла-бла-бла, или потому что там что-то, какую-то причину вы называете. А ты можешь мини-диалог сделать? Ну, давай, давай. Смотрите, вам коллега говорит, hast du gerade Zeit für mich? И вы отвечаете, jetzt nicht. Kannst du mir bitte eine e-mail schreiben? Коллега вам говорит, у вас есть сейчас время для меня. И вы отвечаете, сейчас нету. Ты не мог бы, или ты не могла бы, мне, пожалуйста, написать e-mail. Или же электронное письмо. И последнее завершающее предложение. Ich würde dir sehr gerne helfen. Jetzt kann ich leider nicht. Потом ставите запятую. Weil ich... И дальше говорите вашу причину. То есть, это, в принципе, вот это последнее предложение считается, знаете, таким мега-вежливым, таким отказом. Слушай, а расскажи, как заменить слово gut. Ну, им и мне. Ну, чтобы все было вот так вот, как вот от зубов отлетало. Ну, как немцы говорят. Короче, друзья, а с вас плюсы в комментах.